Приветствую вас, давайте мы с вами разберём ваш вопрос. Итак, я нахожусь в растерянности, поищите вы. Ну, чуть в растерянности, понятно, связано оно чаще всего с тем, что человек не хочет принимать какое-то решение. Мне 36 лет. Как вы относитесь к своему возрасту? Как вы его воспринимаете? Личная жизнь не сложилась, было два брака, в первом я развилась, во втором мужа разлюбил, но не суть. Ещё какая суть, если у вас не сложилось два брака, то имеет место быть негативный родительский сценарий. Если это так, то его нужно подкорректировать, подкорректировать вашу модель женского поведения, и я думаю, что это как бы нормализуется. Я помню, что для вас любимым делаю бизнес, старый стал зарабатывать, но от меня все отвернулись. Ну, вы сублимировали. Вы ушли в сублимацию, то есть перенаправили свои ресурсы. Вот, и очень сильно изменились, начав зарабатывать больше. Ну, а люди, естественно, оказались, ну, не готовы к тем, так скажем, переменам, вот. Эх, которые, ну, которые у вас произошли, и хватит, хватит все. То есть от вас отвернулись именно, вот, значит, в силу того, что вот вы редко изменились. Вот, и, соответственно, вероятно, вы, как бы это, как бы это сказать, вы, вероятно, не очень хорошо. Хорошо распоряжаетесь, вот, своими, так скажем, чувствами. Вот, то есть, то есть изменения, это, это, ну, это не проблема, на самом деле. Вот, важно то, как, вот, собственно, эти изменения вы ретранслируете, ну, другим людям, понимаете? Как это, как, вот, в принципе. И, в принципе, во-первых, вы как-то вот моделировали. Эти изменения, вот, что они натравили вероятно того, что с вами происходит в полной мере. И скрыли проблематику вашего взаимодействия с людьми, да? То есть вот, скрыли вот эту вот проблему. Я имею в виду того, что, ну, например, ваши отношения, допустим, с подругами, да? Были, ну, довольно-таки поверхностными, скажем так. Так, вот, а новых компактов вы, опять же, судя по тому, что я могу видеть, да? Новых компактов вы сделать несколько не смогли. Ну, то есть тут, эээ, тут, эээ, такая история. Да, я понимаю, что вам это, вероятно, неприятно, то, что, то, что я сейчас, сейчас, эээ, говорю, ну, ну, эээ, тем не менее, тем не менее, давайте постараемся вот как-то смотреть на, ну, на вещи драйв, да? Реально. Вот, это то, что хочется вам сейчас сказать. Дальше. Эээ, подруги только пользуются мной. Многие скажут, вы позволяете. Да, позволяю, а душевные подпапы. Ну, что же, я прекрасно понимаю, эээ, почему вы можете это позволять, да? Да, вот, и лично я думаю, что ваше, ну, вот, так скажем, эээ, ну, ваше, ваше бегство, да? И, конечно, это вот стопа, о которой вы говорите, она связана, с тем, что, эээ, ну, что, вероятно, вы себя не принимаете. не принимаете просто, не можете вы себя принять. Тут нужно смотреть, что именно вы себе не принимаете, а вот как конкретно вы себя не принимаете, всё, вы себя не принимаете, я думаю, что опять же, подкорректировав в этом можно будет вам помочь, думаю, что всё будет, ну, более-менее неплохо в этом плане у вас. Ну а тут постараюсь на работу. Дальше. Сестра откажется ненавидит меня, я купила квартиру дома, надо спрашивать с родителями, как только я прихожу, начинаю язвить, потому что всё это нечестно, и мне в жизни очень повезло. Ну, по поводу ненавидит вашей сестры не скажу ничего, потому что нужно проанализировать сначала ваши отношения. вот. Но в остальном я бы сказал так, что действительно вам пришлось тяжело, это правда, вам действительно пришлось нелегко. и я думаю, что вы не до конца прожили свои чувства, которые у вас были. Когда всё это происходило, то есть я имею в виду разводы, ситуация с ребёнком и так далее, всё это вы не произвели, потому что вам это всё больно. Вот. Очевидно. Вот вы пишите, мне обидно, я так не считаю, в жизни много выстрадала, была потеря ребёнку, у неё очень подросток. Но вот это свои страдания вы не прожили. И обиду тоже. Мать болеет, я возил его в больницу, ничего не помогает. Отца, имеется в виду возил. Я приезжаю, что помочь, но всегда слышу упреки и злые глаза. Не знаю, иногда хочется проситься уехать, но очень жилые у родителей. С этим тоже необходимо поработать, потому что жалость это вообще-то такое вот завуалированное обращение. Вот поэтому я думаю, что в первую очередь выстраивание лично границами, двумя моими родителями, оно может помочь. Я понимаю, что универсального работы нет, просто не знаю, в коем управлении двигаться и как быть. Для начала прожить всё, что вот у вас накопилось. Вот. Ам, так. А она часто жалуется на маленькую зарплату. Мне, судя сестра, я так понимаю, однокомственная вариант, она прогодится, играет в игру. Да, но, почитайте, это есть в интернете. Мать, но это после посвящения родных я в ужасном состоянии. А зачем вы это делаете тогда? И что это за ужасное состояние? Вот буквально, что у нас это представляет? Как оно сформируется? Как поступить? По-моему, соприкладить общение? Или есть ещё варианты? Ну, варианты есть. Сначала нужно выработать внутренний стержень. Вам. Свой собственный. Вот. Ну, как бы, вот, пока, ам, пока его нет, да? Вот этого вот, внутреннего, внутреннего, а, значит, стержня, да? Вот. Пока его нет. Ну, вам будет довольно-таки сложно. Эм, значит, сложно вот, эм, ну, свою ситуацию, да, будет сложно разобрать и разобрать. Так, чтобы вам было, э, ну, комф, э, комф, комфортно. Ну, я буду в ней вот. Вот. Вот как-то так. Как-то так. Я, я думаю, для начала можно вам ответить. Эм, вот, эм, значит, с точки зрения психологии, эм, с точки, с точки зрения психотерапии. Вот. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать на собой работу. Всего самого доброго. Удачи. 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 Удачи.